приветствую вас дорогие друзья сейчас у нас видео о сильной распродаже она выходит с большим опозданием осталось совсем немного времени 4 мая по 22 часа по московскому времени она закончится ну раз уж сложилась такая традиция что я делаю обзор на нее пожалуйста присоединяйтесь она не вдохновляет надо сказать началась она 10 10 утра 28 апреля так меня не радует не ассортимент не цены игрушка барашек не актуальна но разве что тем кто родился в год барана овцы козы есть для дизайна ногтей мне совершенно не понравилось я вообще не поняла как она работает она очень сильно распушилась щетина стали торчать в разные стороны в общем нет я не поняла смысла этой кисти она совершенно не тонкая какие-то более тонкие линии прорисовать а мне удастся набор пилочек всегда вещь полезная можно и купить если никто если нужно что-то докупить на 1 балл например а тема конечно не для мая новогодние кто серебристый жемчуг мне не нравится лично мне не подходит размер потому что они начинаются семнадцатого а мне бы нужно чтобы начиналось пятнадцатого и она безразмерная начиная с семнадцатого она на любой размер подойдет но тоже наверное до определенных пределов мне не нравится эта имитация жемчуга но по картинке она совершенно нет не похожи на жемчуг так диатема сияния любви ну почему бы нет поиграть в принцессу или в невесту за 400 рублей можно держатель для зарядки телефона обезьянка ну вот разве что единственное совпадение сейчас год обезьяны в тему нужно вам такая пиздилушка за 200 рублей решайте сами форма для шоколада любимый дом тоже прикольная штучка силиконовая формочка куда вы наливаете расплавленный шоколад 199 рублей дороговато 99 и красная цена магнит любимый дом сердечко на холодильник почему бы не дороговато для одного пола браслет особый вечер тоже какая-то имитация камушков ну нет мне не нравится может быть что-то готическая крути намет на готический стиль не знаю очень слабо и ну вот и дальнейшее украшение следующее украшение мне не нравится включая браслет чертами код так тушь для ресниц насыщенный черный я вам уже говорила про эту кисть и про эту тушь тушь немножечко ну не то чтобы образует комки она вот такая вот у нее консистенция как я почему так делаю руками когда грязь чавкает ну когда некое вещество чавкает образуют пики вот такая текстура консистенция у этой туши но в принципе я ею пользуюсь до сих пор она не засохла в общем тушь не подсыхает то что я имела возможность сравнить с тушью другого бренда другого производителя и в общем тоже могу выразить рассказать вам поэтому по сравнению с ней тушь арифлейм очень хороша кисть такая форма кисти она не оправдана то есть ничего особенного она не делает в общем для меня форма кисти не особенно важно пока до сих пор люди там рукают какие-то кисти в принципе я могу накраситься любой кисточкой важно что она накладывает тушь на ресницы а уж как вы там ее распределите это уже детали в общем это не такая кисть которая одним смахом красит и приподнимает и уголки по ресницам уголков вас так кремовые тени трансформер розовое золото но многим нравится такой оттенок розовое золото название не случайный сам крем розовый а шиммер в нем золотой и это дает такой эффект что тушь тени переливаются то розовым то золотом ухаживающий крем помада the one color soft нежный априкосовый это самый лучший тонн линейки из пяти или шести цветов этого чаби стика формула я не пробовал очень хочу попробовать 299 рублей не такая уж и скидка большая бальзам я не пользуюсь но очень многие любят 43 процента скидки решайте много это или мало по мне мало кремовая помада the one color stylist шипоновый беж судя по названию очень хороший тон нейтральный нюдовый как на деле не знаю 43 процента скидка не очень велико у меня есть кремовая помада 5 в 1 тон какой-то красный и я хочу сказать что цвет очень насыщенный концентрация цвета очень велика то есть вам она и наносится легко то есть очень щедрым слоем кладет вам помаду на губы и поэтому ее хватает надолго то есть она не сползает куб возможно другой другие тона ведут себя иначе но хочется верить что они ведут себя одинаково так что вот имейте ввиду и при этом она отлично ухаживается кубами так неоновая помада моя мечта купить я все еще не купила слива черешня в общем любые тона в этой в этой серии очень интересные сливу очень хочется и черешки в общем не все кажется что мне все подойдут но за 300 рублей не буду брать бывает что она и по 200 продается скраб для удаления кутикулы у меня есть этот продукт мне нравится но как скраб он в общем то достаточно интенсивно но все равно скраб для чего с пластины ногтей удалять а с приросшую кутикулу с этим он не справляется во всяком случае на моих ногтях так и что еще мне не очень нравится кончик надо было сделать более тонким чтобы он действительно работал по кутикуле а там аппликатор такой что он весь ноготь занимает так дальше идут лаки джордани голд но лаки джордани голд как правило всегда хуже я вижу здесь такие цвета видимо они полупрозрачные то есть понадобится несколько слоев чтобы цвет был выражен как нибудь Так, бальзамы это не мое, я ими не пользуюсь, хотя вот сейчас у меня раздражение, я не знаю заметно ли вам, что у меня на шее крапивница и губы ужасно подсушились тоже в связи с этим раздражением, вернее как проявление этого раздражения, поэтому может быть я бы воспользовалась каким-нибудь бальзамом. Хотя у меня есть специальное смягчающее средство. Так, туалетная вода Enigma мне не нравится, туалетная вода Midsamba очень многим нравится, хотя она очень изменилась с тех пор, я не знаю как любители этой туалетной воды оценивают новый аромат, ну как новый, уже больше года. Так, Power Woman я не пробовала ни разу, ее представляла, если вы помните или если вы не знаете. Тина Канделаки, Ascendant Aqua мне нравится, Glacier Rook. Glacier очень привлекательный дизайн, обещает прохладу, ну такой какой-то легкий аромат, на деле оказывается очень горячим, концентрированным. Но его разновидности, конечно, отличаются. Например, ту, которую представлял Плющенко, не помню как называется, достаточно довольно прозрачный аромат. А вот Rook, я не знаю как он, судя по цвету, он какой-то мятный, ну не буду описывать, я просто не знаю, что за аромат, не пробовала. А вот сам Glacier непосредственно, я просто могу сказать, не берите, если вы ожидаете от него, не обманитесь дизайном, если вы ожидаете от него легкости, свежести. Свежесть будет, но очень ядреная. Вот слово ядреный больше всего подходит для этого аромата, на мой вкус. Так, очищающее молочко и смягчающий тоник для чувствительной кожи из серии Optimals. Я бы купила, но 279 рублей это дорого, хотя сейчас дешевле, конечно, не дождешься. И матирующий крем, код чистоты, 189 рублей по сравнению со всеми остальными ценами, это очень даже привлекательная цена, но не знаю. Мой сын не пользуется кремами, он пользуется только гелем очищающим. Моему сыну не нравятся кремы, поэтому ничего не могу сказать. 48 процентов, однако же, тоже не очень много. Нас избаловали скидками 70-80 процентов, поэтому 43, 45, 48 процентов, это выглядит очень бледно. В общем, на этом наша распродажа закончилась. Если вам было чем-то полезно это видео, не забудьте поставить лайк, вы поможете этому видео продвинуться. Я желаю вам приятных покупок, красоты, счастья, здоровья, удачи, успехов во всех делах. Пока-пока. С вами была ваша Романа.